МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить. Факты, события, комментарии, а главное – народное мнение по тем или иным вопросам. Такова сфера приложения творческих усилий наших авторов». Главные темы сегодняшнего выпуска в кратком изложении выглядят следующим образом. Слово о преподобном. Сегодня православная Россия отмечает День памяти Сергия Радонежского. Девять месяцев борьбы. Рязанские наркополицейские опубликовали отчет о работе ведомства за три квартала текущего года. Рязань вперед! Промо-ролик о нашем городе занял первое место на престижном конкурсе. А теперь обо всем подробнее. Сегодня православные христиане отмечают День памяти преподобного Сергия Радонежского, русского святого подвижника и государственного деятеля. Вот так раньше эти две составляющие отнюдь не противоречили друг другу. А сейчас, например, словосочетание «святой депутат» у любого нормального человека и слух, и разум так покорежит, что хоть к доктору беги. Но это так, прицел на современность. Будущий святой земли русской родился в мае 1314 года в боярской семье. Ему дали имя Варфоломей, и, казалось, судьба мальчика была предопределена. Богатая семья, большие перспективы, достаток и положение в обществе. Однако светской жизни карьера отрока не прельщали, ему хотелось уединиться по примеру древних отшельников. Но любовь к родителям удерживала юношу в родной семье. Когда же отец и мать ушли в мир иной, Варфоломей, предоставив наследство младшему брату, вместе со старшим Стефаном, поселился в десяти верстах от Радонежа, в глубоком лесу. Братья рубили деревья своими руками, строили келью и малую церковь. Так возникла знаменитая обитель преподобного Сергия. Многими чудесными явлениями была славна жизнь Стефана, постриженного в монашестве с именем Сергий. Но каждый из нас еще из школьных уроков истории признает его как миротворц, вложившего в разум враждовавших князей московского и рязанского стремления к миру и совместному выступлению во имя свержения монголо-татарского ига. Объединение, согласие, движение к свету и миру. Как это было всегда, в любые времена нужны людям. Как мы хотим тишины, умиротворения, спокойной жизни. Не так давно в Рязани состоялся большой крестный ход в честь 700-летия святого русской земли преподобного Сергия. А ведь немногие знают, что на закате своей жизни он сам шел в нашу землю. Шел врачевать словом мятежную душу гордого и самостоятельного князя Олега Рязанского. Примерять его с Дмитрием, тем самым донским победителем Мамая. 64 года было тогда Сергию. В трудный, опасный путь он отправился лютой зимой. Спешил преподобный. Потому что прежде всего после Бога любил он родную землю, свободу и мир на ней. А ведь после поля Куликова опять пошел раздрай среди могущественных князей. Вновь готовы были они идти войной друг на друга Олег Иванович Рязанский и Московский Дмитрий. Мир на Руси, мир и согласие. Таково было устремление Сергия Радонежского. А лично для себя святой старец никогда иных благ не желал. Более того, когда в его же монастыре началась борьба за главенство над обителью, преподобный Сергий покинул стены, которые долгие годы создавал своими руками. Вот этому бы поучиться нашим современным руководителям. Найдется ли сейчас хотя бы один человек во власти, который ставил бы интересы Отечеству выше своих? На словах каждой герой грудь колесом. На деле пустыня безлюдная. 8 октября 1392 года святой Сергий Радонежский ушел из жизни. И сегодня от русских людей глубокий поклон ему. Его делам, его заботам. Продолжают программу известия о Рязанской творческой победе. Дело в том, что региональным Минкультом был подготовлен промо-ролик о нашей древней и вечно юной. Судьба этой работы стала счастливой. Редактор субтитров А.Семкин Мы никогда не бываем совсем одни. Всегда есть кто-то еще, связывающий нас с другими. Вся эта история только ради одного нового воспоминания у каждого ее участника. Уезжаешь? Так уезжай далеко. Пересеки область. Возможно, ты встретишь человека, который выбрал немного другой транспорт. Узнаешь бесценный опыт прошлого? А это уже немало. Все верно. Можно не только знать свою историю, но и увидеть, какой путь она прошла, чтобы стать тем, чем она является сегодня. Пожалуй, танец никогда не будет лишним. Хотя сравнивать стало явно сложнее. Российская власть сейчас усиленно обсуждает предложение международной организации труда сократить рабочую неделю. Четыре дня, да и хватит, считают авторы инициативы. Это якобы позволит увеличить число рабочих мест, благоприятно повлиять на здоровье работников и окружающую среду. Правда, никто не высказался по вопросу, как это скажется на зарплате трудящихся. Ну, по всей видимости, никого, кроме самих трудящихся, это особо не интересует. Немасштабно, дескать, невозвышенно. Сегодня мы решили выяснить, знают ли рязанцы о таком удивительном проекте и как они относятся к такой космической идее, которую даже Гоголевский Манилов в уме не держал. Слышали ли вы про инициативу депутатов Государственной Думы сделать в России четырехдневную рабочую неделю? Мы слышали, но категорически против этого. Люди должны работать и быть заняты, а такое огромное свободное количество дней, времени, я считаю, это неправильно. Я считаю, если человек меньше работает, то он и меньше получает, а человек на своем основном месте, повышая квалификацию, должен как можно больше и лучше работать, за что ему будет и соответственная заработная плата. Ну, и так времени не хватает. Я думаю, что пяти дневные – это самый оптимальный вариант. А четыре дня, три дня свободных, в принципе, это неразумно, я считаю. Я думаю, что работодатели на это вряд ли пойдут, потому что это невыгодно будет, потому что работник будет, получается, работать до пяти, еще ему два часа надо, и производительность будет слабая. Это не отразится на рабочем классе, потому что там нужно либо смены график, либо там идет, ну, то есть зависит от сдельной зарплаты. Для офисных рабочих, может быть, как вариант, ну, я не знаю. Ну, по-разному люди относятся. Например, у кого дети есть, тот, наверное, будет против. Как длинится рабочий день, как он будет ребенка забирать из садика. Правильно? Сто четыре дня в неделю работать. Ну, и что? А дети в садика сколько будут сидеть? Представляете? Это у кого дети? У кого детей нет, наверное, удобно, поработал, поехал отдыхать. Ну, пока нам с вами четырехдневная рабочая неделя не грозит. Россия не может такое себе позволить, сказала Ольга Голодец. А к словам вице-премьера, как не прислушаться. Для России это пока мечта, добавила к сказанному Ольга Юрьевна. Так что, кто хочет, может помечтать. А с понедельника по пятницу, извольте быть на работе. Кстати, о работе. Итоги деятельности за три квартала текущего года подвели рязанские наркополицейские. Основные данные есть у Глеба Галушкина. Успехи за прошедшие с начала года девять месяцев надо отметить немалые. Оперативники рязанского госнаркоконтроля изъяли из незаконного оборота более 68 килограммов наркотиков, запрещенных психотропных препаратов и других сильно действующих на сознание наркопотребителя веществ. Всего выявлено более 530 преступлений разной степени тяжести, связанной со сбытом наркотических средств. И около половины из них уже направлены в суды. Также сотрудники госнаркоконтроля сумели предотвратить 13 фактов контрабанды. Шесть преступлений в сфере легализации денежных средств, полученные преступным путем, накрыли 18 наркопритонов. А клиентов подобных заведений с 25 мая нынешнего года, когда вступили в силу поправки в административный кодекс, после медэкспертизы теперь направляют на принудительное лечение и социальную реабилитацию. Впрочем, некоторые из задержанных наркоманов умудрились уклониться от исполнения судебных решений. И за это они были подвергнуты административному аресту на 15 суток. Рязанцы в эти дни говорят спокойного сна городским фонтанам. Их сейчас заботливо готовят к зимней дреме соответствующей службы. Сегодня рабочие почти уложили спать фонтан на центральной площади Рязани. Эти работы называются не ахти романтично, а консервация. Ну что же, термины они и есть термины. Лишь бы трубы не перемерзли, да воду полностью слили бы из системы, да мусор вокруг убрали бы вовремя. В Рязанской мэрии нам сообщили, что на фонтаны будут установлены специальные конструкции, чтобы защитить их от негативного воздействия окружающей среды. Надо полагать, что среда эта самая включает и нас с вами, горожан. Потому что в фонтан с водой народ лезет редко, только по большим праздникам, например, в день десантника, ну или по сильной жаре. А вот уж в чашу не работающего фонтанчик запрыгнуть, а главное бутылок да бумажек набросать под завязку, это всегда пожалуйста. Поэтому, товарищи рабочие, крепите защитные конструкции основательно. Время и люди непременно их в зимушку на прочность испытают, это уж будьте уверены. И для сведения тех, кто не в курсе, на сегодня в Рязани 7 действующих фонтанов. На площадях Театральной, Победы и Соборной, на Московском шоссе, Лыбецком бульваре и целых 2 на площади Ленина. Все они, заверяя дирекции благоустройства города, будут подготовлены к зиме в установленные сроки. Далее в программе новости спорта, и не только потому, что это традиция информационных программ, просто физкультура и спорт сейчас тренд и выпуск без репортажа о соревнованиях или материалов о здоровом образе жизни просто не котируется. Дурной тон, да и только. Ну, собственно, мы с этим согласны, а потому специально отвели в программе время для телезаметки Натальи Новиковой о спартакеазе, которая началась в Рязанском государственном университете. Учиться, 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 как завещал великий Ленин, что может быть лучше и полезнее в жизни. Вопрос в том, как сохранить здоровое тело и здоровый дух, разгрызая гранит науки. У студентов РГУ имени Сергея Есенина проблем с физической формой, судя по всему, быть не должно, ведь спор здесь далеко не на последнем месте. Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе РГУ имени Есенина состоялось открытие студенческой спартакеады. Это традиционное мероприятие, проходящее в течение учебного года по 12 спортивным дисциплинам. Старт нового сезона был дан на торжественной церемонии открытия спартакеады. Спартакеада Рязанского государственного университета проходит уже с 1981 года и ежегодно все наши студенты участвуют в этой спартакеаде. Ежегодно мы минимум по 10 видам спорта проходят, в этом году мы по 12 видам спорта эта спартакеада будет проходить. Проходит в течение всего учебного года, в июне проходит закрытие этой спартакеады. И, конечно же, мы в первую очередь рассчитываем на то, что ребята будут активно в ней участвовать и отдавать дань здоровому образу жизни. На сегодняшний день это очень важно. Ну а что касается самих участников открывшейся спартакеады, спорт для них – жизнь. И даже несмотря на то, что главное в любых соревнованиях не победа, а участие – побеждать готовы. Какой факультет? Факультет журналистики. И какие планы на эту спартакеаду? Выиграть все, что можно, как всегда. А что для этого нужно, как считаете? Что нужно? Ну, мне кажется, целеустремленность и команда, главная команда. А какие у тебя планы на эту спартакеаду? Поддерживать, прежде всего, свой юридический факультет и ходить на остальные игры, смотреть, поддерживать, в принципе, все факультеты. Как считаешь, что главное для того, чтобы побеждать? Какие качества личные, например? Прежде всего, терпение, достижение какой-либо цели. Прежде всего, поставить перед собой цель. Если будет цель, то будут результаты. Так как я уже 4 года играю за университетскую сборную в скетбол, и ни одной спартакеады мы еще не проиграли. Так что у нас большой план на нашу спартакеаду, так как мы получили новую поддержку. То есть мы снова будем представлять наш вуз на первенстве города. Также у нас новый тренер, который нас будет также поддерживать. Так что мы настроены серьезно и только на победу. А что нужно? Какие качества личные, чтобы побеждать? Как считаешь? Упорство и трудолюбие, потому что постоянно нужно тренироваться, совершенствоваться. И, конечно, слажена игра нашей команды и слаженность с тренером. Так что я думаю, у нас все в этом году получится. На этом время нашей программой «Стекло» передаем творческую эстафету проекту подробностей ведущему Евгению Зызину. Сегодня в студии будет исполняющий обязанности директора муниципального предприятия теплосетей Владимир Базарь, сменивший на этом посту подавшего на днях в отставку Леонида Хатулева. Главным образом речь пойдет о нюансах оплаты за тепло. Хорошего всем вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин